замечательно ну тогда мы наверное начнем работать очень так сказать немножко необычной ситуации но с другой стороны время нас такое и так меня зовут петров николай христофорович и и я собираюсь прочитать лекции семестровый курс на тему основы физической супрамолекулярной химии ну наверно запишем на доске это название основа физической супрамолекулярной химии в этой фразе в общем то все слова требуют определенного обсуждения кроме наверное первого прежде всего начнем с того что здесь есть физической которая определение которое относится к химии физическая химия но совсем недавно вы наверно или в общем то может быть и не так уж недавно вы изучали курс или вы проходили курс который назывался химическая физика и поэтому здесь наверное нужно сказать какие-то слова в чем в чем разница ну в общем то сразу скажу что никакой разницы хотя хотя физическая химия она более родилась существенно раньше и известно даже когда в каком году она появилась и кто собственно ее крестный отец физическая химия возникла благодаря великому или гениальному русскому ученому ломоносову который в 1725 году прочитал курс в петербургском университете который назывался идеальный идеальный курс физической химии и собственно с этого момента в общем то эти началась физическая химия то есть она довольно древняя наука и и собственно ломоносов так сформулировал сформулировал предметы этой это своего курса или с вот этой науки что физическая химия старается внедрить в химию приборы физиков и истины ими открытыми то есть все методы физики нужно считал ломоносов и совершенно правильно считал внедрить в химическую практику и кроме того здесь надо сказать вот я сейчас не как не найду наверное точную цитату он еще высказался в том духе что хороший химик это математик и физик в одном в одном в одном лице поэтому ну смысл этого выражения можно свести к тому что математика она должна присутствовать в химии собственно это есть физическая физическая химия значит до начала прошлого века или там до середины прошлого века в основном все что касалось этой области называлась физической химией после развития квантовой механики стало ясно что физика в общем то уже серьезно внедрилась не только в приборной части но и в идеологии потому что квантовая механика может объяснить смысл или физический смысл химической связи и с тех пор в общем то укоренилось название химическая физика и в общем это это выражено в том было что скажем в нашей стране приблизительно одинаковые научные учреждения назывались либо скажем институт химической физики сейчас он правда называется немножко по-другому называется центром химической физики был институт физической физической химии кстати институт химической физики оказался сыграл большую роль в жизни нашего факультета я имею ввиду факультет молекулярной химической физики и он был основан по-другому николай николаевичем семеновым кстати которому будет в этом году будет юбилей со дня рождения семенова сто двадцать пять лет поэтому этот в общем то год такой можно сказать юбилейный и кстати сказать семенов был единственный нобелевский лауреат по химии за всю историю советской россии и современной россии кроме того ну еще надо сказать что бывают и научные журналы которые называются ну скажем очень известный journal of physical chemistry американского химического общества кстати сказать если кто-то из слушающих наш сейчас студентов будет заниматься наукой то вот этот журнал в нашей области один из самых самых рейтинговых а есть журнал journal chemistry physics тоже американский но физического научного общества американского есть русскоязычные журналы журнал физической химии довольно старинные журналы более современная химическая физика поэтому значит что касается вот этих двух двух слов в общем то химическая физика физическая химия одно и то же будем считать что это одно и то же но тут еще есть еще одно интересное интересный термин супрамолекулярная химия супрамолекулярная химия супрамолекулярная что это такое ну вот во первых сразу доски бросается в глаза супра да надо сказать что супра это латинский префикс обозначает над выше но есть еще с тем же с тем же смыслом префикс супер но когда этот термин родился мы ему обязаны его рождением обязаны нобелевскую лариату 87 года жан-марию лену который собственно придумал или создал или в общем то заложил основу новой новой области в химии он выбрал вот именно суп супрамолекулярные хотя смысл супрамолекулярные это над молекулярные и в общем то супрамолекулярная химия занимается объектами которые создаются из отдельных довольно больших молекул или не обязательно больших но эти структуры создаются за счет нековалентных связей то есть в общем то химических связей супрамолекулярной химии ну как бы практически практически нет и в этом собственно есть как бы вот изюминка всего этого дела потому что ну химия синтетики могут сварить много различных молекул и они в этом деле понотарели но если молекула какая-то молекула сварена она сшита ковалентными химическими связями и практически это в общем то уже как бы навсегда если вы хотите разобрать эту молекулу на составной части то это невозможно супрамолекулярной системе сложные над молекулярные структуры они создаются за счет более слабых нековалентных связи ну в основном кулоновской кулоновской природы и поэтому в общем то в идеале вы можете собрать разобрать и это в общем то значительно 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 как бы более привлекательно ну наверное сейчас я приведу какой-нибудь простой пример супрамолекулярных систем например если мы возьмем бинарную смесь бинарные растворители скажем неполярный растворитель бензол ну мы знаем такой бензол это неполярная жидкость и предположим вам нужно вот в среду такую среду бензола ввести какую-нибудь полярную молекулу она естественно растворяться не хочет тогда можно сделать следующее можно к бензолу добавить ну скажем там 10 процентов по объему какой-нибудь полярного вещества скажем метил сульфопсид который полярный который хорошо растворяет полярное вещество тогда получается что если то что вы хотите внедрить в объем этого жидкой жидкой системы предположим какую полярную молекулу то она за счет кулоновских взаимодействий притягивает к себе полярную часть и получается вот такой вот кластер вокруг каждой каждой молекулы и этот кластер он в общем то ну с одной стороны он позволяет вам расширить ваш инструментарий если вы занимаетесь там синтезом или еще чем-то а с другой стороны поскольку получается такая гетерогенная супрамолекулярная структура вот этот процесс называется селективная сальватация то за счет появления границы раздела давление внутри такой как капли увеличивается это может сильно влиять на фото физические или на физические свойства вот этой молекулы то есть фактически получается что вы вот этот простой пример но вы увидите что за счет вот над молекулярных структур можно сделать какие-то ну достаточно полезные вещи надо сказать что такой прием растворять плохо растворимое в неполярном веществе за счет добавления полярной компоненты он довольно известен но надо сказать что по крайней мере в прошлом веке 8 химиков из десяти думали что если они смешивают две компонента то получается какой-то третий третий гомогенный растворитель который вот подходит по этому свойству и мало кто задумался что могут быть вот такие создаются такие гетерогенные системы а это в общем то уже совершенно совершенно другая другая физика ну кроме того супрамолекулярные системы еще так сказать включая в себя так называемые комплексы типа гость хозяин но например есть молекулы они напоминают бочонки размер 1 нанометр они полы и вот в в этот бочонок можно в общем то загрузить опять же какую-то какую-то молекулу которая флуоресирует или обладает какими-то свойствами может быть лекарственная лекарственная молекула молекула лекарственного вещества и в принципе она может вот создать такой комплекс был гость хозяин более что вот этих кокурбитурилов порталы входы они отрицательно заряженные поэтому скажем вот если у вас имеется такая полярная молекула вы можете легко образовать такой комплекс и свойства этой молекул может сильно измениться например процессы релаксации электронно возбужденных состояний мне будет совершенно друг другие потому что как бы вот это вот окружение сильно сильно влияет или можно взять этот комплекс если это лекарство значит это в общем то яд для организма и вот вставив такой бочонок с кровотоком до доставить лекарство в нужное место где где оно нужно и там просто опять разрушить эти комплексы при помощи внешних воздействий опять же поскольку это не ковалентные связи это возможно лекарство освобождается дело и делает свое свое дело это тоже в общем то достаточно интересный интересный момент ну кроме того года наверное сколько два-три назад если вы помните была присуждена номер нобелевская премия по химии за молекулярные машины и вот в принципе объектом объектом супрамолекулярной химии является это область молекулярных машин ну молекулярные машины это некие молекулярные образования в которых возможно существенные механические перемещения за счет какого-то внешне внешнего стимула там света нагревания или еще что-нибудь за год внешний стимул внешнее воздействие происходит заметные механические движения но заметные на на по масштабам микромира и в принципе это можно только куда-нибудь приспособить для для какой-то польза для дела вот ну собственно в дальнейшем мы может быть еще какие-нибудь более конкретные системы рассмотрим но надо отметить что вот жан-мари лен он придумал значит интересную терминологию но надо сказать что вот все эти системы но фактически супрамолекулярные правда не так тогда не назывались мы можем найти в биологических системах то есть вся биофизическая химия фактически вот строится в той же идеологии комплексы сложные белки образуют комплексы и это так сказать позволяет создать какие-то в общем-то структуры которые работают ну для живого организма это прежде всего синтез необходимых для жизни веществ и обратите внимание что в организме организм это фактически некая фабрика по по синтезу очень сложных и большого количества различных молекул нужных для жизни но все они идут в случае живого организма совершенно мягких условиях то есть при температуре ну несколько выше чем 36 6 если для для человека и при атмосферном давлении многие реакции которых пытаются повторить в колбе химике требуют там каких-то там бешеных температур сотен градусов цельсия и еще чего-то такого поэтому супрамолекулярная химия просто работает с системами конечно более ну более простыми чем биофизическая химия или там биохимия но надо сказать что вот супрамолекулярной химии тоже есть как бы некая аналогия что говорит о том что это в общем-то да 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 достаточно интересно но надо сказать что если у вас система более простая то вы в принципе можете как-то лучше по ее понять и может быть получить какие-то какие-то знания которые можно потом использовать для использовать для ну той же так сказать биохимии для для живых систем как что-то в этом духе ну я надеюсь что я в общем-то вам попытался доказать его не поверили что супрамолекулярной химии это интересная вещь но надо сказать что методы которые используются в супрамолекулярной химии физической химии и просто физической химии они в общем-то практически одни и те же и поэтому для того чтобы в этом активно работать нужно в общем-то их изучить но так как как я уже сказал физической химии это уже больше почти 300 лет и интенсивно развивается и очень много материала то я постарался отобрать для нашего курса именно то что нужно для того чтобы понимать и работать вот в области супрамолекулярной супрамолекулярной химии так теперь ну собственно давайте давайте перейдем перейдем в делу в любом случае если вы заметили то мы будем интересоваться расчетом равновесие комплексов включения или других комплексов и для этого нужно достаточно четкая и ясная основа которая является термодинамика поэтому но всю термодинамику нам не нужно но в термодинамике я бы выделил или мы сейчас как бы начнем в термодинамике изучать термодинамический потенциал термодинамический потенциал сюда же нужно включить очень важную вещь для понимания термодинамики преобразование лишь жанра и еще следующий момент который мы должны сегодня с вами обсудить это химический потенциал в принципе вот это вот вещи которые совершенно необходимы для умения рассчитывать умение рассчитывать равновесия но не только в супрамолекулярных но и в любых химических системах и требуется хорошее понимание физического смысла всех этих вещей но для вас это в общем то не является совсем новым но я надеюсь что мы кое-что здесь сможем даже если вы это уже изучали какие-то моменты мы сможем с вами новые для себя найти и так но все начинается с основного уравнения термодинамики которая записывается для для термодинамической системы что такое термодинамическая система мы по крайней мере интуитивно понимаем это область пространство выделено выделенная либо физической границы либо мысленно и которая включает интересующие нас тела и процессы с их с их участием это в общем довольно распрощитого роду более менее понятно и система описывается термодинамическими переменными которым относится внутренняя энергия давление объем системы энтропия ну и так далее и для системы можно записать основное уравнение термодинамики в равновесном случае в равновесном состоянии плюс вот так мы запишем довольно общее значит t температура с энтропия системы у внутренняя энергия и к этому еще надо добавить набор произведения а это не некий внешний параметр а это сопряженная увеличена но в случае правда надо еще сказать что равенство только для равновесных ситуаций в случае если это не равновесно здесь появляется неравенство ну для простоты давайте рассмотрим систему которым который внешний параметр это это давление ну да это 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 объем над на давление вот туда можно еще включить как учесть изменения количества вещества в системе эффекты связанные с поверхностным натяжением электричеством и так далее но сейчас на нас это пока не будет интересовать а вот возьмем самый простой случай и очень важно для дальнейшего понять почему термодинамические потенциалы называются потенциалами это скорее всего идет из 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 механики и механики очень часто особенно если ну будем рассматривать простой случай одномерный случай механики можно ввести потенциальную энергию в данном случае только только одномерный случай такой что сила действующая в системе она равняется ну минус грубо говоря градиент с обратным знаком да и работа которую совершает эта сила дельта а силу умножаем на перемещение и получается вот отсюда получается что она равняется изменению потенциальной энергии взятой с обратным знаком то есть потенциал потенциал потенциальная энергия потенциал и изменение потенциальной энергии она меняет дает дает возможность оценить работу которую произвела система вот если мы запишем основное перепишем основное уравнение термодинамики таким образом то мы получим если получается адебатическое мы рассматриваем адебатическую систему то вот первый слагаемый ноль и мы получаем практически полную аналогию с механическим случаем но в термодинамике это все сложнее поскольку много бесконечно много степеней свободы и все значительно сложнее но тем не менее вот фактически термодинамические потенциалы это термин возник по аналогии и внутреннюю энергию можно будет будем считать вот первый первый потенциал но для нас первый термодинамический потенциал теперь очень важно чтобы двигаться дальше очень важно рассмотреть вернее это разделить или различать все термодинамические параметры на две на две группы вот если мы берем если мы берем какую-то систему если я так делим ее скажем так напополам а часть системы b то она описывается своими термодинамическими параметрами ну скажем вот x и t а x и t b так вот общая величина этих параметров для всей системы для одного класса термодинамических переменных может складываться и вот состав составные части складываются дают величину для для всей системы такие такие величины называются экстенсивными то есть это зависит от размера от размера системы и экстенсивные это объем это масса это внутренняя энергия и энтропия это все в общем то как бы можно доказать значит это экстенсивные 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 есть другого типа параметры такие как вот предположим в общем случае это п и т а п и т б и они равны при объединении таскать он да они таскать равны и для всей системы и такие параметры называются интенсивными ну прежде всего это давление температура и обратите внимание что это в общем довольно важное различие всех термодинамических параметров потому что интенсивные параметры легко измерять ну там вы берете термометр в равновесии можете в любой точке системы по мере температуры она будет в общем то можно ожидать что она будет той же во всем объеме что касается экстенсивных то это всегда 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 сложнее но особенно в случае энтропии вообще нет прибора который который бы позволял измерять энтропию легко и поддерживать энтропию скажем постоянно поэтому в общем то общий тренд это уйти от экстенсивных параметров и перейти перейти к интенсивным и вот имея в виду эти соображения давайте посмотрим на выражение для внутренней энергии будем считать это термодинамическим потенциалом но здесь еще надо так сказать отметить вернее отметить обязательно сказать что термодинамический потенциал фактически здесь записан полный дифференциал от функции который зависит от энтропии и объема кстати оба параметра экстенсивные и это делает его как то может быть не очень удобным для для использования это полный полный дифференциал теперь вот отсюда видно что если мы бы захотели заменить что-то сделать чтобы заменить его интенсивный параметр ну например объем на скажем на давление то вот отсюда видно что производная ду по dv при постоянном постоянной энтропии равняется минус p поэтому если если мы хотим сюда вставить интенсивный параметр то мы меняем объем на величину которая является производной от этой функции так что вот нам нужно придумать или не придумать а вот что-то что-то такое сделать ну мы с вами сейчас придумывать не будем это уже давно придумано но с другой стороны приятно так сказать представить себе что вот мы только впервые изучаем это 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 явление и тогда можно нужно поговорить о преобразованиях различных математических функций но я это наверное сотру чтобы чтобы достичь той цели которую мы поставили нужно придумать какое-то преобразование вот этого этого выражения и что касается преобразований то в общем в общем случае если если вы имеете какое-то выражение которое зависит от x y их производных и так далее где y может быть функцией от x то вы можете в общем-то заменить сделать замену переменных в этой системе в этом выражении и обычно это делается когда изображение на удобство или с какими-то специальными целями все вы наверное делали замену переменных при скажем интегрирование или при решении дифференциальных уравнений это в общем-то обычная практика и что собственно происходит если у вас есть значит переменные x y и тогда каждая точка имеет координаты x и y вы можете превратить их в другие величины t α x y например является β x y и значит точку m в координатах y x мы можем превратить в точку p но уже так сказать с координатами t и u причем в общем легко сделать так что это будет взаимооднозначно обратимо и вот такие преобразования кстати сказать вот эту плоскость можно совместить с этой но это неважно в данном случае такие преобразования называются точечными если если вы проведете кривую в плоскости y x то получите кривую и в точке u и t если к этой кривой провести касательную то в этих вот касательно будет определяться вот такой производный то в этих координатах вы тоже получите касательную которая будет записана в этих координатах то есть преобразование точечное переводит точку в точку но сохраняет касание это в общем то мы по идее должны были с вами проходить на первых курсах мат мат анализа ну собственно такие преобразования нам не помогут потому что получается вот для нашей задачи потому что мы должны превратить в аргумент производную функции но оказывается есть такие преобразования они называются преобразованием лежандра и это собственно то что то что нам в общем то и нужно ну классическое преобразование лежандра мы можем найти в любом толстом учебнике математического анализа ну в нашем в наше время это был фехтингольц я не знаю вот современные студенты они учат анализ по какой книжке и все-таки у нас нет четкой обратной связи но будем считать что вот ваш тоже любимая 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 книжка это трехтомник шахенгольца в первом томе приводится бит преобразования лежандра когда вместо t ну то есть мы имеем функцию y от x переходим к новым параметрам к новым переменным и мы можем сделать так аргумент t это будет определяться производный игрок от x а вторая переменная может быть записана таким образом вот это преобразование лежандра вы видите что фактически мы превратили из этим преобразованием мы получили новую функцию который аргумент который является производной самой самой функции и это в общем что-то напоминает нам вот вот проблему с с термодинамическим потенциалом ну в принципе показано в принципе мы можем это сделать и сейчас не знаю сколько у нас времени ну мы можем даже попросить вас самих в качестве упражнения сделать обратно обратный процесс переход от переменных t и у к x и y на плоскость x и y и окажется что это преобразование взаимно то есть ты комплект переменных он переходит x туда и обратно взаимно однозначно но это уже не точечное преобразование это уже преобразование не точно но физический смысл мы сейчас с вами можем геометрически это так сказать представить себя следующим образом вот у вас имеется плоскость yx и какая-то кривая который вот этот игрок от x и в некоторой точке x и y мы можем провести касательно касательно и вот фактически вот это преобразование она здесь вот как бы и видно что что если здесь x и y вот угол альфа тангенс альфа равняется производной и из если обозначить вот это пересечение оси игрок через у то мы можем определить игрок x таким вот образом это вот эта разница игрок минусу возьмем по модулю на всякий случай равняется т если обозначить все это через т то мы получим вот с вами вот отсюда с вами получим как раз и это преобразование у значит это преобразование лежандра здесь наверно даже можно написать преобразование лежандра вот его так сказать наглядная геометрическая интерпретация и получается что лежандр преобразует не точку в точку плоскости а точку кривой в точку кривой при этом касание тоже сохраняется и это значит что вся информация и с математической точки зрения и с физической сохраняется поэтому когда мы делаем преобразование лежандра в общем то мы не теряем не информацию не то сказать не физический смысла хорошо теперь вооруженные мощным аппаратом преобразование лежандра мы можем вообще говоря попробовать бороться с экстенсивными параметрами в вот в термодинамических потенциалах ну начнем с внутренней энергии с внутренней энергии всем хороша кроме того что она зависит от двух экстенсивных параметров энтропии и объема тогда давайте вот ведем новое сделаем преобразование добавим к нему произведение панова и фактически это и есть в общем то поскольку поскольку п это производная от энергии по по объему фактически вот с точки зрения бытовой это есть преобразование ли жанр и действительно если мы продифференцируем новый новый потенциал ну это энтальпия мы это знаем в общем то уже значит п пдв плюс п пдв плюс в пдп и вот эти вот нежелательные члены определяющие интенсивные параметры они уходят и поэтому мы получаем энтальпию как функцию двух параметров энтропия и давление ну это же хорошо потому что по крайней мере одно одно один экстенсивный параметр мы мы убрали остался еще другой энтропия ну энтропия мы тоже можем вообще говоря победить если в том же духе вычтем из внутренней энергии вот произведения т на с опять видно что температура есть производная от внутренней энергии по по энтропии поэтому здесь в общем то вот по той же схеме мы получаем новую функцию свободной энергии гельнгольца 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 и соответственно и соответственно полный дифференциал от от энергии гельнгольца дифференцируем и получаем вот такое выражение я опускаю детали элементарные получается вот такое выражение то есть энергия гельнгольца это функция температура и объема ну мы убрали энтропию хотя остался еще еще объем и наконец следующий следующий преобразование лиржандра это мы можем сделать следующим образом энтальпия минус ТС опускаю подробности получается С ДТ плюс В ДТ то есть функция потенциал термодинамический который зависит от температуры и давления это свободная энергия гипса как мы знаем ну собственно гипс и придумал фактически преобразование термодинамические потенциалы и в общем то это был серьезный прогресс потому что это сильно упростило расчета равновесия и поэтому собственно это это изучаем и фактически является сейчас основной основной техникой вот в термодинамике потому что хотя до тридцатых годов прошлого века в общем то еще использовались методы термодинамических циклов называемых вы наверно когда изучали термодинамику в том или ином курсе могли с этим сталкиваться и так получается что ну во первых мы познакомились или вспомнили точнее вспомнили термодинамические потенциалы мы поняли что фактически термодинамические потенциалы энтальпия свободная энергия геленгольца свободная энергия гипса здесь наверное напишем свободная энергия гипса они являются фактически получаются из термодинамического потенциала внутренней энергии при помощи преобразования лисандра и кроме того обратите внимание или еще раз я вам хочу напомнить что все термодинамические потенциалы имеют так называемые естественные параметры или свои параметры в этих параметрах они представляют собой полный дифференциал ну для для внутренней энергии это энтропия и объем для энтальпии это энтропия и давление ну соответственно температура объем и что наиболее кстати удобно и фактически наш основной термодинамический потенциал который мы будем использовать в дальнейшем это свободная энергия гипса или потенциал гипса который зависит у которого естественные переменные это температура и давление оба параметра интенсивные поэтому это легко так сказать с ними легко работать вы можете легко мерить температуру и давление это в общем-то очень удобно более того хочу вам также ну наверное напомнить я думаю что вы знаете это что если у вас имеется какой-либо термодинамический потенциал в своих естественных переменных то вы можете определить все параметры системы уравнение состояния теплоемкости ну в общем-то всю информацию всю термодинамическую информацию короче говоря вы получаете ну сейчас мы может быть это это и посмотрим чтобы не быть голословным итак термодинамические потенциалы это удобный инструмент и мы его обосновали на мощной базе на серьезной базе математического анализа при помощи преобразования или жанра и вот давайте проверим посмотрим вспомним точнее наверное вспомним как это работает ну на примере внутренней энергии внутренней энергии поскольку мы знаем что это полный дифференциал то мы можем сразу записать Т по ДС минус П по ДВ ну это собственно следует из основного уравнения термодинамики теперь мы можем определить температуру системы взяв производную внутренней энергии по энтропии Д У ДС ну термодинамика дает связи между отдельными параметрами и это собственно ее главная задача она так сказать не дает как бы возможности их определить без без дополнительных еще знаний ну вот связи она дает совершенно замечательно теперь если если взять вторую производную по по объему при постоянной энтропии то мы можем определить давление фактически здесь при помощи несложных манипуляций по дифференцированию мы это все получаем теперь следующий момент поскольку это полный дифференциал а мы знаем вот наверное нужно нужно это записать здесь наверняка тогда туда что вот такого типа выражения например mpdx плюс mpdy вот такие выражения называются пфафовой формой здесь может быть я написал два но можно и больше переменных и это выражение является полным дифференциалом от какой-то функции тогда и только тогда если dn по dy равняется dm по dx необходимое и достаточно если это выполняется то это полный дифференциал если это полный дифференциал то это то это выполняется это в общем-то очень важно и более того для фафовых форм значит зависящих от двух переменных всегда можно подобрать так называемый интегрирующий множитель который позволяет вот подыскать функцию которая была бы полным дифференциалом но здесь мы и так знаем что или точно знаем что это полный дифференциал и поэтому можем сразу записать что вторая производная по внутренней от внутренней энергии такая смешанная производная она равняется ds по dv да и ну первые производные нам известны и тогда мы получаем еще одну связь dt pdv здесь объем ну в общем то это можно продолжать это вот все эти игры с дифференциалами называются соотношением Максвелла придумал придумал первым ну уже так сказать не знаю лет 150 назад и фактически вот проводя такие операции вы можете получить полную информацию о системе ну вот здесь здесь еще можно взять вторую производную шутки ради при постоянном объеме и учитывая что значит d q на t равняется ds вот легко понять что вот это вот и есть кстати сказать теплоемкость при при постоянном объеме ну в принципе можно можно получить все можно получить все и в принципе может быть мы не будем заниматься вот такими упражнениями в стиле соотношения Максвелла но вы же знаете что люди совершенно уже опытные что когда читается книжка или слушается лекция то все кажется все очень понятно но как только начинаешь решать самостоятельно задачку туда возникает куча вопросов поэтому для того чтобы так сказать вот как это все все таки оставило след поскольку само по себе может быть и полезно то я бы предложил вам решить самостоятельно задачку который формулируется так показать ну я немножко здесь хочу вас запутать что называется слегка показать что внутренняя энергия вот так внутренняя энергия вещества с уравнением состояния вот в таком виде давление равняется некая некая функция от объема на t да не зависит зависит от объема так задача такая показать что внутренняя энергия вещества с уравнением состояния в таком виде не зависит от объема где f от v это только функция объема задача известная есть несколько способов ее решения вот но я бы хотел чтобы вы нашли способ вот в рамках тех упражнений в этом стиле которым мы посвятили определенное время и заодно в общем-то набили руку подумали о термодинамических величинах и системах и так далее вот и давайте договоримся сразу что вы пришлете решение мне на почту это надо будет прислать ну и наверное нам нужен какая-то так сказать обратная связь в любом случае дистант 74 собака инвок инвокс точка rom в течение в течение недели вы решаете задачку и шлете мне на почту ну это будет полезно значит с дидактической точки зрения ну и кроме того обратная связь будет понятно сколько человек заинтересовалась супрамолекулярной химией вот ну и опять же надо сказать что предполагается что мы в конце семестра должны сдать зачет и вот такие задачки если вы их решите и пришлете мне будет в общем очень хорошим подспорьем хорошо у нас еще есть сколько у нас минут пять есть у нас ну тогда мы продолжим наше так сказать изучение математических основ термодинамики и нам кроме преобразования легендра совершенно замечательная штука я не знаю так сказать приходилось ли вам встречаться с ним с преобразованием легендра я имею ввиду раньше в принципе эта вещь нужна для механики классической механики так что может быть вы уже и с ним познакомились но в любом случае это все равно приятно а теперь нам дальше понадобится теорема эллера это тоже довольно известная теорема эллера недовольна весьма известна эллера теорема эллера из анализа вот и она касается вот очень жалко что нет как бы такой живой связи потому что всегда можно было бы спросить студентов а знаете ли вы что такое теорема эллера и обязательно кто-нибудь находился а теперь вот даже не очень понятно теорема эллера касается однородных функций значит некоторая функция вот n переменных называется однородной однородная степени n если если при умножении всех при умножении всех аргументов на некоторое число k давайте умножим вот она равняется самой себе и умноженная на k в степени n где n есть однородная функция значит это однородная функция а теорема эллера она заключается в следующем n умножить n на f1 однородная функция умножена на ее степень равняется вот сумме x x x x и t на вот такая замечательная теория согласитесь что в общем то очень красивая штука вот и ну наверное я могу уже наверное стереть ее чтобы нам дальше двигаться зачем мы ее вспомнили зачем мы ее вспомнили зачем мы ее вспомнили здесь а дело в том что термодинамический потенциал в любой это однородно однородная функция первой степени однородная функция первой степени при этом что мы еще с вами не сделали до сих пор мы занимались только закрытыми системами рассматривали системы закрытые где количество вещества не менялось и тогда в общем то и тогда мы можем могли писать писали что потенциал гипса минус минус pd плюс v pdp плюс и тут в общем то нас интересует поскольку мы занимаемся химической термодинамикой тут нужно добавить члены которые связаны с изменением количества вещества n и это это количество моли в системе и того вещества умножаем его на некоторый коэффициент сопряженный параметр который называется как мы знаем мы не можем делать вид что мы в общем то ничего не знаем это химически как раз и с химическими потенциалами и вот по всем веществам вот это вот то что то что нас собственно и интересует и если посмотреть то понятно что это термодинамический потенциал по крайней мере гипса это в общем то однородная функция первой степени потому что если скажем уменьшить в два раза количество вещества то и потенциал естественно уменьшится в два раза а там не в сто и не в тысячу можно на эту тему поразмышлять и в общем мы поймем что это именно так и есть теперь если зафиксировать температуру и давление обычно так мы и работаем ну так сказать атмосферное давление мало меняется и температура тоже то вот это выражение оно запишется следующим образом изменение потенциала гипса связано становится связано с только изменением количества вещества при этом при этом очевидно что химический потенциал вот отсюда видно что это просто частные производные по количеству этого вещества ну и температура давление и все другие вещества фиксированы а вот по используя уравнение Эйлера которую я правда стер но там где-то у вас по идее записано по теореме Эйлера мы сразу можем записать вот это как бы понятно мы сразу можем записать что потенциал гипса равен произведению химического потенциала на на количество вещества ну собственно это аргументы а это и есть в общем то производные поэтому мы видим что это действительно это действительно правильное выражение в соответствии с теорией теоремой Эйлера вот ну сейчас я так понимаю мы уже закончили вот и если есть вопросы то наверное можно их задавать по по прислать прислать мне но здесь никто никто особенно не интересуется но неважно в принципе если есть вопросы то можно написать на на по тому адресу на email а сегодня мы уже наверное закончим и я надеюсь что мы продолжим через неделю спасибо за внимание 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 подписка погода свои о с